Кигельфира. В 41-м году, 3-го июня, мы уехали, поехали на грузовой машине в эвакуации. Сколько вам было лет? Мне было уже 13. Семья была, поехала, значит, мать и нас трое детей. Я была старше, потом была 9 лет, и потом был ребенок, который родился в январе этого года, 41-го года. Отец в армию пошел сразу, отец погиб. Значит, мать и трое детей маленьких, мы поехали сначала в Краснодарский край, а потом поехали на Кавказ, и сели мы в Дагестане, на Кавказе, в аулах. Там мы жили и работали в колхозе, и я работала там, и мама, и, конечно, там голодали, хлеба не видели совершенно. Немцев не было там? Нет, нет, нет. Немцы дошли до Моздока, а Дагестан дальше, немножко южнее. Но эти местные, там лезгины были, они говорили, они не считали нас евреями, а считали русскими. И они все равно, они сказали, что как только немцы подойдут к этому, к этой местности, они нас убьют. Они даже не будут ждать, пока придут, чтобы немцы, там, вражда с русскими, там, это Чечня же. То есть, кавказцы хотели русских и не... Нет, 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 нет. Вот. Ну, и мы прожили там три года и вернулись в Житомир. После войны? После войны. Ничего не было. Город был разрушен совершенно. Если бы вы знали историю войны, были бы знать, что когда Киев захватил, нашу, ну, советская армия захватила Киев, передовые части пошли на Житомир. А тылы, там была, это осень была, ноябрь, тылы не успели. А там на вокзале стояли цистерны с спиртом. Немцы убежали из Житомира. Они боялись, что так же, как и Киев захватят. Немцы убежали. Передовые части напились там, сказать, цистерны с этим. И немцы, когда увидели, что дальше армия Красная не пошла, они вернулись. Но за это время они заминировали полностью город. И когда вернулись ночь на 31 декабря, Красная армия пришла в Житомир, все было взорвано. Все. Абсолютно немцы успели. Потому что немцы успели, они вернулись в Житомир и опять ушли. Вот. И мы пришли и приехали на камни. Очень интересная история. Да. На камни в Житомир. И пришлось работать. Устроили свою жизнь заново. Заново. Абсолютно. Кто по профессии? Учитель. Какой учитель? Языки, русские языки и литературу. Русский язык и литературу. Очень приятно. Всегда уважал. Да, правильно. Больше, чем математику. Проработала я в школе 42 года. С 18 до 60. В 60 лет я пошла на пенсию. В 62 я приехала сюда. Даже слышно по вашему разговору с тобой учителем. А скажите, пожалуйста, пару слов о вашей семье. Да. Но мы, значит, во время войны отец погиб на фронте. Сестричка младшая, которая родилась в 41 году, она в 44 умерла. Была дифтерия, не было лечения. Я имел в виду про вашу семью, ваших детей. Сейчас, сейчас. И, значит, мы только с мамой, и сестра, и я. Мы остались живы и как-то устраивались. Но вышла замуж, и у меня сын. Сюда я приехала с семьей сына. Сын рано женился, в 21 год. Он женился, поэтому мы когда приехали сюда, у него уже была жена и двое детей. Внучка и внук. Сын мой электронщик, инженер. Он тут устроился по специальности. У него две специальности. Механик, инженер-механик и инженер-электронщик. И так как он работал там, еще в Житомире, он кончил Киевский политех с роботами. И здесь это было в 90-м году, это было самое-самое начало еще. И он сразу устроился. Молодец. И невестка, она была учителем музыки. Но здесь она посмотрела, это не специальность. Она прошла курсы. Тогда в 90-м проходили, давали бесплатно курсы на ассистента зубного врача. И по сей день она работала в частной клинике. Сын тоже частный. Организовала сразу, он организовал с хозяином фирму, которая работает на военной промышленности. Прекрасная история. Да. А внучка закончила уже вторую степень, работает с детьми больными. Это те, которые не совсем могут учиться со всеми. Вот такие есть дети, школа дополнительная. Это она организовала? Нет, она работает в такой школе. А, внучка работает. Да. Атистом. Да. С даунами. Нет. Это те, которые, как они называются, дискл... Дислекция? Дислекция. Дислекция. Да. Понятно. А сейчас она проходит готичные курсы, кончает на психолога с этими детьми. Скажите, пожалуйста. А внук был подводником. То есть у вас вся семья, все хорошо... Да. Он кончил армию, путешествовал полтора года. А сейчас кончает университет на геофизик. Прекрасно. Что бы вы пожелали самой себе на будущее? Ну, чтобы я не мучила детей, чтобы я... Горилась? Здоровая. Здоровая умерла. 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 Продолжение следует...